Действительно, программа «Особое мнение». Я приветствую нашего гостя, журналиста Антона Мухина. Антон, привет! Здравствуйте! Ну, я думаю, что мы начнём с Олега Сенцова. По всему миру проходят акции в поддержку Олега Сенцова, который продолжает голодать. И в России, в Петербурге в частности, тоже такие акции с пятницы были, но, к сожалению, они были, ну, не знаю, не к сожалению, они были очень малочисленными. И вот художницу Осипова, в частности, задержали. То есть полиция снова проявила себя, ну, впрочем, как обычно. Почему народ не выходит в поддержку Олега Сенцова? Что страх? Или действительно люди услышали, что мундиальнее стоит высовываться и связываться с полицией? Почему за рубежом активнее поддерживают Олега Сенцова, чем в России? Ну, я думаю, что ни та, ни другая причина. Я думаю, что дело здесь в механизме мобилизации населения на людей, на протестные акции. Когда есть какой-то вот лидер, который проталкивает какую-то тему, я имею в виду, конечно, Навального в первую очередь, вот, используя эффективные механизмы продвижения с помощью Ютьюба, с помощью социальных сетей. И, ну, собственно, не он единственный, кто это использует, но он, по крайней мере, единственный, кому это удается. Он может выводить на улицы тысячи людей, да, последнее время меньше, чем раньше, но тем не менее. Вот. В истории с Сенцовым ничего такого нет. Я думаю, что большинство людей просто не знают об этой истории. Точно так же, как, например, большинство людей не знают об истории пыток анархистов, задержанных ФСБ. Это громкий, очень громкий, ну, громкий по степени своей эмоциональности, но не по степени своей распространенности скандал, когда несколько человек, в том числе из Петербурга, еще начиная с начала года, были задержаны в разных частях страны. Их у всех обвиняют в создании некоторой реалистической организации. Но акции против пыток были в связи с этим делом. Акции были, но они все-таки были достаточно незначительные, и здесь эти акции проводило анархистское сообщество, потому что это были ее представители, и анархисты по всему миру с ними были солидарны. В случае с Сенцовым, я думаю, что просто вот если бы был какой-то фильм, условно говоря, такой же, как он нам не Димон, и были бы люди, которые бы раскручивали это так же, как это раскручивал Навальный, то я уверен, что количество людей, участвовавших в протесте, было бы гораздо больше, потому что действительно это довольно вопиющая ситуация, когда режиссера сажают, насколько она, 20, ну, в общем, какое-то катастрофическое количество лет по обвинению, смешному обвинению в терроризме. Вот, и опять же, тут можно вспомнить нашу историю о том, что именно сочувствие, сопереживание жертвам политических репрессий всегда возмущало наше общество особенно сильно, и это было видно на примерах террористических актов начала, конца 19-го, начала 20-го века. Все мы знаем, например, Веру Засулич, которая стреляла в губернатора, вернее, там история с выстрелом Засулича, с этим терактом началась с того, что по приказу губернатора был выпорот политический заключенный. И это так возмутило все общество, что один из представителей этого общества, Вера Засулич, пошла его, стала в него стрелять. Это не единственный пример, всегда жертвы политических репрессий, они вызывали повышенное сочувствие, и всегда это была такая очень особенная тема, потому что, например, жертвы политических, не правильно, не жертвы, политические заключенные, они всегда имели особенные права по сравнению с уголовниками. И в царской России, начиная от того, что им разрешали читать книжки и переписываться, заканчивая тем, что им разрешали пользоваться вилкой во время обеда, чего не разрешали обычным уголовникам. И на самом деле очень смешно было, когда вот эти политические заключенные, которые сидели сначала при царском режиме, потом они в 1917-м и 1917-м году вышли на свободу и очень скоро оказались уже в советских лагерях. И в советских лагерях они требовали сохранения к себе такого же отношения, которое было в царском режиме. А этого не было уже. И были многочисленные протесты, в том числе голодовки, политических заключенных, которые хотели, чтобы к ним относились так же, как раньше. Но сейчас у нас считается, что у нас нет политических заключенных. И Сенцова-то не считают политическим заключенным. Ну, кстати, да, это вот один из примеров отличия царской России от советской и современной, в том смысле, что там все-таки были люди честнее, ну, законодательство было немножечко честнее, и политических заключенных сажали именно за политические, по политическим статьям, а не за то, что они, не знаю, украли матрас, как Юлия Рыбаков якобы, или вот участвовали в террористических актах, как Сенцов. Ну, Навальный, ты говорил о нем, он написал письмо, да, то есть такое размышление свое, что я-то скоро выйду, а он будет сидеть, и вот он сейчас голодает. Но получается, что Навальному неинтересно как-то будоражить народ на акции в поддержку Сенцова. Да, я думаю, что Навальный с радостью будоражил народ акциями в поддержку Сенцова, потому что Сенцов не является для него конкурентом, а все-таки это украинские поли, не политика, а человек из Украины, который свою жизнь связывает с Украиной, а не с Россией. Поэтому я думаю, что Навальному никаких политических рисков нет в этом. Но не всегда же так получается, что вот раз и выходит такой замечательный фильм, как он во мне, Димон, и вот происходит такая мобилизация. То есть к этому нужно готовиться, над этим нужно очень хорошо думать. Это не то, что написал в Твиттере, ребята, завтра выходим все в поддержку Сенцова, и все вышли. Нет, это очень большая, долгая, серьезная работа, и не всегда даже, даже имея желание это сделать, не всегда это получается. Зато с Олегом Сенцовым поговорила Ксения Собчак и ее мама, Людмила Нарусова, сенатор от ТВ. И получается, что Ксения Собчак вот этим разговором вышла вновь на политическую арену, потому что как-то ее акции проходили без политики, без политики. И тут вновь Ксения Собчак, она говорила о том, что я попросила маму. Это, конечно, звучало странно, поскольку как будто бы мама не могла догадаться сама. Она же сенатор. Почему дочь ей подсказывает, что нужно сделать? Или это просто Ксения решила устроить себе такую пиар-акцию? Ну, я думаю, что мама может действительно не догадаться позвонить Сенцову. Я, честно сказать, не очень понимаю, в чем смысл всей этой истории с призывом к Сенцову отказаться от голодовки или не отказаться. Все-таки тут нужно, наверное, обращаться не к Сенцову, а к российским властям с требованием его освободить или поменять на каких-нибудь задержанных на Украине российского журналиста, не российского, а пророссийского журналиста, скажем так. Вот. Ну, слушайте, на самом деле, ну, конечно, это, наверное, такая в большей степени пиаровская акция, чем конкретно. Но, с другой стороны, ну, это же хорошее пиар. Хорошее, да. Это же не то, что они не призывают. Нет, я ничего. То, что они сделали, действительно, очень правильно. Санкции в отношении, лекарства запретить в Россию, ввозить. Да, вот давайте хвалить людей, которые пиарятся на хороших темах, и ругать людей, которые пиарятся на плохих темах, а не будем всех топить и говорить, ах, ты, сволочь, ты пиаришься просто... Нет, 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 я просто, чтобы заговорить о Ксении Собчак, поскольку совсем скоро будет учредительное собрание партии «Перемен», да, о которой мы слышали еще до президентских выборов, вот этот вот концерт, которым мы многим восхищались, когда прекрасный Гудков и Ксения Собчак вышли на сцену, кричали. И вот это учредительное собрание. Как тебе кажется, не поругается ли Ксения Собчак с Дмитрием Гудковым вот уже на, может быть, первоначальном этапе? Все-таки у партии лидер, может быть, один. Ну, так в России это принято, во всяком случае. Я общался недавно с одним петербургским сторонником активным этой партии, довольно известным человеком. Не знаю, я не авторизировал этот разговор, поэтому не хочу сейчас называть его имя, хотя, в общем, мне сложно догадаться. Я ему говорю, ну, слушай, ну, вот ты вот вписываешься в эту партию, до этого было 10 тысяч других партий, потом будет 10 тысяч новых партий. В чем смысл вот этого вот калейдоскопа? Он говорил, ну, хорошо, ну, было до этого 10 тысяч, но, понимаешь, одна партия должна когда-нибудь выстрелить. Вот будет 10 тысяч, будет еще 10 тысяч. Может быть, 20 тысяч первая партия что-то сумеет сделать, поэтому в этом проекте имеет смысл участвовать просто... С искренней надеждой, что наконец-то это так. Ну, даже не с искренней надеждой, нет там никакой искренней надежды. Есть рациональное соображение, что вот, чтобы чего-то добиться, нужно в чем-то участвовать. Может быть, да, скорее всего, ничего из этого не получится. Ну, рано или поздно из чего-то получится, поэтому если ты будешь участвовать, то ты будешь в том, что получится в тот момент, когда это получится. Вот. Я не вижу особого смысла в этой партии, и к ним можно относиться вот именно с точки зрения вот этого вот процитированного мной петербургского политика, что рано или поздно когда-нибудь что-нибудь сработает. Поэтому давайте позитивно относиться ко всем этим историям и смотреть, что из них сработает. А кто из них поругается? Ну, конечно, весьма, учитывая наш опыт, который у нас есть, всех демократических движений, они постоянно друг с другом ругаются. Поэтому, да, возможно, они поругаются. Я не вижу в этом никакой трагедии, потому что не вижу особых перспектив. Потому что действительно это была достаточно яркая такая презентация, когда они кричали «мы молоды», «мы вместе», и потом окажется, что в другом месте они все. Так ну и что? Слушайте, ну я вот занимаюсь политикой 20 лет. Если бы я разочаровывался, я бы уже, наверное, спился. Ну, хороший человек Гудков, хороший человек Собчак. Они останутся, они не умрут, их, я надеюсь, не посадят. Они будут жить дальше, радовать нас своими прекрасными идеями. Вместе или в рознине, какая разница? Ну и также будет радовать или не радовать нас своими идеями Владимир Путин, который 7 числа будет общаться. Я даже не представляю, там же новая форма, да, то есть никого не пускают в прямое общение с ним, а он будет сидеть, принимать некие письма, телеграммы, звонки, или как это будет, и звонить, и связываться напрямую с губернатором, потому что губернаторам велено сидеть на месте, потому что им может позвонить президент. Я так понимаю, все будут сидеть у телевизора в каком-то страхе и трепете. Губернаторы у телефона. Да, губернаторы будут сидеть у телефона. Мне кажется, что это какое-то вырождение. Мне кажется, что вот идея ручного управления, которая существовала изначально, она достигла какого-то своего квинтэссенции. Да, вот кульминации. То есть если раньше Путин просто собирал обращения граждан, и потом по итогам, вот у него была там какая-то синяя папка или зеленая, я уж не помню, он ездил с этой папкой по всем каналам, значит, рассказывали, что Путин с синей папкой приехал к губернатору, там, у Сесольскому, а потом он приехал к губернатору, еще какому-то, и из этой папки вытащил обращение граждан, и сказала, вот, я-то знаю, что у тебя в доме 8, там, канализация протекает. А то теперь вот уже нет вот этого вот растянутого во времени сюжета, а Путин является собой вот этого вот ручного управленца непосредственно. Да, вот тут же ему пишут письма, и тут же он звонит, прям вот все вот в онлайн-режиме. И, честно сказать, я не очень понимаю, для чего это делается, потому что, ну, всегда нужно строить сюжет с какой-то перспективы. Вот сегодня мы делаем, сегодня мы собираем просьбы, завтра мы их анализируем, послезавтра мы их доводим до губернаторов, через 4 дня мы проверяем, как губернаторы их исполнили, через 5 дней мы расстреливаем неисполнивших. То есть есть вот какой-то длинный, долгий сюжет, который можно играть. А здесь как-то сразу отрубается, отрубается вот, то есть все в одну серию. Вместо сериала какой-то вот односерийный фильм. Блокбастер, может быть, зато. Ну, нет, наверное, конечно, будут вводить в эфир голоса заикающихся, можно было предположить, я бы так сделал, если бы я был режиссером этого мероприятия, голоса заикающихся губернаторов. Да, 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 Владимир Владимирович, конечно, я записываю. Том номер 8, а в какой квартире там? Да, конечно, да простите. Но все равно, как показывает практика телеканалов, сериал это выгоднее, чем блокбастер. Блокбастер, он один стоит дорого, а сериал много можно эфирного времени занять, а стоит дешево. Зато помнить будет долго. Эффект такой же. Так помните, так будут в Санта-Барбару, все помнят там, даже я помню. И блокбастер. Круз там был какой-то, еще кто-то. Вот. Ну, блокбастер тоже. Ну, в общем, короче говоря, я бы выступал за сериал. Или, может быть, мы не знаем гениальности кремлевских стратегов, вернее, режиссеров, и они придумали какое-то вот новое, что этот блокбастер будет иметь какое-то развитие, возможно, не знаю. В любом случае, ведь изначально говорилось, признавалось, что идея ручного управления – это идея плохая, что это вот такая вынужденная временная мера, а сейчас мы отладим систему, и система будет работать. А получается-то, что мы, в смысле, не мы, а они подчеркивают, нет, мы систему не наладили. Мы единственное, что смогли сделать – это систему ручного управления. И вот она, вот смотрите, какая хорошая она у нас получается. Самая надежная. Да. То есть, фактически Кремль расписывается в стратегическом крахе, что систему нормального управления страной построить не смогли. Точка. Вот единственное, что мы смогли – это вот Путину звонят люди, и Путин звонит губернаторам, вот максимум, на что мы способны в нашей внутренней политике. Конечно, это плохо, чудовищно плохо. Не с точки зрения развития страны, тут-то все понятно, а с точки зрения вот кремлевской стратегии, пиаровской стратегии. Поэтому, может быть, можно предположить, что они хотят какую-то вторую серию придумать, но я, честно говоря, не очень понимаю, какую, за исключением серии с публичными расстрелами. Ну, дождемся 7 июня, но нас, конечно, интересует один, губернатор особенно, это Георгий Сергеевич Полтавченко. И говорят, что как раз то ли 9 июня Владимир Путин должен встретиться с Георгием Сергеевичем Полтавченко. И там, я думаю, ты лучше меня знаешь, уже подходят сроки. То есть мы должны определиться все-таки, мы вклиниваемся в те же мэрские, вот 9 сентября, да, в эти выборы, или у нас все остается без перемен. Каковы перспективы, на твой взгляд, Георгия Сергеевича? Ну, мы все живем в каком-то таком-то информационном поле, которое... Мы все под Богом ходим, я думала, ты скажешь. Вот это вот не под Богом, безусловно, но в данном случае речь о другом. А вот это вот поле, оно вот колеблется, то вот одно в одну сторону ветер подует, и вся трава еще, да, то в другую сторону ветер подует, и вся трава, соответственно, в другую сторону смотрит. Сейчас вот есть в общественном мнении такой тренд, что губернаторов отправлять в отставку не будут. И все как-то уже живут мыслью о том, что все-таки выборы в 19-м году, да, вот, и он тут несколько раз говорил, что будет еще баллотироваться, да, и вообще как-то так вот все думают в эту сторону. Это не значит, что так будет или не так, да? Это значит, что... Потому что до этого был какой-то момент, да, что его уберут, уберут. Вот сейчас уже даже говорили там про комбинацию Медведев вместо Миллера, а Миллер вместо Полтавченко, а Полтавченко куда-то там то ли в таможню, то ли вместо Валентины Ивановны, а Валентина Ивановна еще куда-то в ООН. Ну, в общем, какая-то вот такая вот схема рисовалась. То есть многочисленная. Все, сейчас перестали их рисовать, сейчас как-то все живут мыслью, что нет, 19-й год, да и непонятно, то ли он, то ли не он. Поэтому я могу вот только вот транслировать эти слухи, вернее, это не слухи, это настроение, да, транслировать эти настроения, потому что ничего более мы не знаем. И понятно, что все решения принимаются одним человеком, и более того, этот человек любит сюрпризы, как мы знаем прекрасно, на своем собственном опыте, потому что ни разу не было такого, чтобы он выдвигал ту кандидатуру, про которую все говорили. Поэтому тут можно только ждать сюрпризов. Ну, ждать осталось не так долго, и я думаю, совсем скоро мы все узнаем. Вот такая новость у нас церковь объяснила холода в Кирове. Мы сразу переходим от Полтавченко, но, в принципе, тема достаточно близкая ему. Церковь объяснила холода в Кирове отказом устанавливать памятник Николаю II. Надо молиться и идти в крестный ход. Ну, вот, видишь, такие объяснения у кировских людей. Заместитель руководителя миссионерского отдела Вятской епархии Андрей Лебедев считает, что наступившее в Кирове похолодание связано с решением депутатов Кировской городской думы вынести на общественное обсуждение вопрос об установке памятника Николая. В ответ на решение против памятника начались морозы. И, похоже, только крестный ход сможет хоть как-то вернуть равновесие к добру. Надо молиться и идти, или просто молиться, если не можем идти к Святому Николаю. Так Лебедев написал на своей странице в социальной сети. Ну, вот мы говорим о том, что в России существует, в российской власти существует большой кадровый кризис. А не меньший кадровый кризис существует в Русской Православной Церкви. И разница состоит в том, что чиновники в России как-то немножечко боятся выступать публично, понимая, что ничем хорошим для них это не кончится. А церковные чиновники на определенном уровне этого не боятся. То есть, вот есть уровень епархии, в епархии есть правящий епископ. И вот этот правящий епископ является абсолютнейшим царем в своей епархии. И он фактически никого не боится, ну, кроме патриарха. Если он не будет ничего против патриарха говорить, то, в общем, ничего страшного с ним не случится. Поэтому в разных епархиях мы видим совершенно какие-то странные, давайте скажем так, странных людей на посту правящих архиереев. Вот есть, например, один, опять же, не буду назвать имя, который сочиняет стихи, вывешивает их в контакт. Можно поискать и почитать. Я на памяти, к сожалению, не помню, но это некоторая феерия, конечно. Вот. Обвинение в гомосексуализме. Ну, на самом деле, это такая довольно скользкая история. Я не беру себя комментированно. Тем не менее, очень многие правящие архиереи подпадают под такое обвинение. Поэтому вот если человек внутри епархии близок к своему епископу, он чувствует себя совершенно свободно и вообще может высказывать любую чушь, которая придёт ему в голову. Главное, чтобы плохо о главном не говорили. Поэтому, когда мы видим высказывание какого-то лица в церкви, нам всегда нужно понимать его должность в иерархии. И должность вот этого человека в иерархии не позволяет нам говорить, что это позиция всей православной церкви. То есть, если бы это, например, заявил Лигоид или ещё какой-то человек из окружения патриарха, то да, мы могли бы говорить, что вот, смотрите, вся православная церковь спятила полностью. А здесь нет, мы так говорить не можем. Это всё-таки отдельная позиция одного человека. Но, тем не менее, конечно, она показательная, примечательная, характерная и забавная. А патриарху всё равно, да, в принципе? Ну, патриарх находится в сложном положении. У него у самого часы пропадают с рук, Мерседесы не отражаются в зеркалах, в квартирах на напыль и так далее. Ему, в общем, до вот этих вот отдельных высказываний не добраться. У него другие проблемы. Тем более, сейчас у патриарха большущая проблема с Украиной. Вот, как мы можем предполагать, константинопольский патриарх собирается признать украинскую церковь автокефальной. То есть, фактически, ну, как бы говоря, по сути, забрать её в своё подчинение, в подчинение московской патриархии. Вот, это, конечно, будет колоссальнейшим ударом для московской патриархии, потому что это около трети, ну, может быть, чуть меньше всех верующих русской православной церкви. Соответственно, такое же количество храмов. Вот, и, ну, конечно, чудовищнейший имиджевый удар. Вот, и сейчас патриарх занят тем, чтобы профилактировать вот эту вот передачу. И я думаю, что российский МИД ему помогает, потому что российский МИД, советский МИД всегда помогал в русской православной церкви в этих вопросах. Вот, а Константинопольский патриархат, он всегда был таким достаточно... Это же бедные люди. У них нет столько денег, сколько у московского патриархата, с одной стороны. С другой стороны, это одна из немногих церквей, которая находится на неправославной территории. Константинопольский патриарх сидит в мусульманской Турции. У него сложные взаимоотношения, непростые взаимоотношения с властями Турции. Очень часто константинопольские патриархи, они обращались за помощью к Москве, чтобы Москва повлияла на турок, и они торговались. Например, вот всегда почему-то принято считать, что Константинопольский патриарх – это такой вот светоч свободы, и который, значит, всем против московского патриархата, который... Так, может быть, мы тогда закончим. Я думаю, что да, мы сейчас прервемся на московские новости и вернемся через несколько минут. Вы слушаете программу «Особое мнение». Мы продолжаем эфир. У нас Антон Мухин, журналист, программа «Особое мнение». Да, да, и мы завершили, точнее, поставили, да, мы готовим. Два слова по поводу Константинопольского патриарха. Когда в России большевики решили уничтожить русскую церковь путем обновленчества, ни Ватикан, ни большинство католических европейских церквей литеранских не признали обновленцев. Единственное, кто признал обновленцев, был Константинопольский патриархат, потому что в этот момент они очень рассчитывали, что Москва поможет им в взаимоотношениях с турецкими властями. Поэтому это такая довольно компромиссная, скажем так, организация, поэтому, может быть, российский МИТОС умеет с ней договориться. Ну, нам остается лишь ждать. А к вопросу о крестном ходе, который в Кирове, я уж не знаю, случится или нет, решаться они на это или нет, но я знаю, что один крестный ход уже начался. Да, да, да. Вот вчера, ну, в общем, короче говоря, на днях из Тобольска вышел крестный ход в Екатеринбург по случаю приближающегося столетия расстрела Романовых. Столетие, это, я напомню, будет где-то в середине июля, 18-го числа. И вот как раз к этому моменту этот крестный ход собирается дойти, то есть они будут идти полтора месяца, вот в честь, в память. А они с портретами? Ну, с иконами, нет, не с портретами, с иконами. Ну, с иконами, где Николай? Ну, наверное, не только с его иконами, но с его иконами в первую очередь. И когда я прочитал эту новость, первое, что я вспомнил, это, конечно, крестовые походы. То есть это вот ровно одно и то же. Причем мы-то знаем крестовые походы рыцарей, которые там с доспехами всех рубили. А первый крестовый поход был как раз поход бедняков, людей безоруженных, которые шли из Европы в Святую Землю, в Иерусалим. Они собирались его освобождать, не очень понятно, правда, как. Естественно, всех им перебили по дороге. Но, тем не менее, вот точно такой же крестный ход ради Святой Миссии. Но тогда это показатель того, что свято для людей. Тогда это было освобождение Иерусалима из-под власти турок-сельджуков. А сегодня это вот прославление памяти Николая II. И мы все знаем о том, что у нас существует. Вот как крайняя форма такого прославления – это настоящая секта церебожников, которые считают, что Николай II – это мессия, который был ритуальным образом убийцей. Поплонская не к ним относится? Ну, смотри, вот если ты говоришь, что Николай II – мессия, то ты автоматически выпадаешь из числа православных людей, потому что это такая ересь, что это просто чудовищнейшая ересь. Поэтому я, честно сказать, не рискнул бы обвинять Поплонской в том, что она именно такая вот еретичка, не знаю, не знаю. Но это все-таки крайняя форма. Вот как раз спрашивает Елена Павловна, а Поплонская участвует в этом крестном ходе? Не знаю, может быть. Ну, я не думаю, что она все полтора месяца будет опытной. Может быть, как-нибудь подъедет, где-нибудь пройдет 500 метров и, может, больше. Может быть, в конечном, в конце крестного хода присоединится, не знаю. Про Поплонскую ничего не читал. Вот. То есть, это такая вот святая цель – это прославить убиенного государя. Дойдут, думаешь? Да, идут. Ну, наверное, там они все-таки… Кто-то к этому крестному ходу присоединяется, кто-то от него отсоединяется. Вряд ли все идут, как в средние века от Франции до Палестины. Да, но тем не менее, такая очень, конечно, смешная показательная история отношений. Надо, кстати, посмотреть, может, у них есть какой-то YouTube-канал. Может быть, они как-то отмечаются. Ведь современные же они люди, наверное. Какая-то чекинеца. Чекинеца, да. По этим, да. Чпок-чпок-чпок-чпок. Ну, давай немножко про Петербург в конце, ну, ближе к концу, скорее. Апраксиндвор, там какие-то у нас проблемы намечаются. На прошлой неделе говорили, что посносили заведение. Что происходит? Снова борьба за Апраксиндвор? Ну, это какая-то такая бесконечная совершенно история. Да, там же убрали временные сооружения, которые, как я понимаю, в основном были построены незаконно, и которые несложно было поэтому убрать. А там есть много собственников. Там есть некоторое количество крупных собственников, с которыми можно иметь дело. И огромное количество мелких собственников, с которыми договориться практически невозможно. И вот в чём, на самом деле, для меня Апраксиндвор это даже такой вот может быть, в некотором смысле, позитивный пример. Потому что вот в Москве бы взяли всем просто руки, выкрутили, всё бы снесли, сказали, опа, ребят, знаете, вот уже всё. А у нас как-то вот есть в какой-то, всё-таки в какой-то степени права собственников уважаются. А ты думаешь, дело в правах собственника? Может быть, кто-то кого-то побаивает, например? Нет, конечно, на самом деле, то, что мы знаем про Апраксиндвор, мы знаем только вершину айсберга. Понятно, что основной бизнес Апраксиндвора – это не торговля кепками в этих временных или невременных сооружениях, а это огромный оптовый рынок. Там какие-то, ну, никто не знает, поскольку это всё по-чёрному идёт, но там какие-то колоссальнейшие деньги крутятся, это большая оптовая база, на самом деле, находящаяся в самом центре города. Наверное, с одной стороны, это плохо, но с другой стороны, всё-таки тот факт, что права собственности в какой-то… Может быть, это не является не единственным аргументом, и даже не главным аргументом, безусловно, но то, что это является одним из аргументов, это всё-таки для меня некий такой позитивный момент. Вот, и сколько, уже лет 10, по-моему, со времён, да больше, со времён Валентины Ивановны, потому что там всякие разные эти проекты, главстрой туда привлекали, главстрой не смог ничего сделать, потом какую-то новую концепцию, уже со времён, новая концепция тоже. Там, вроде бы, уже победители есть. Есть архитектурная концепция, по-моему, Ивейновская, которая там нарисовала, где жильё, где магазины, где фитнес-центры, но нужно, чтобы начать её реализовывать, нужно со всеми договориться. Вот со всеми договориться не получается, и я думаю, что не получается именно потому, что это вот колоссальнейшие какие-то деньги и очень непонятные, но влиятельные люди, стоящие за этим, которые вот теми этими деньгами рулят. Поэтому я думаю, что не удастся договориться никогда, и, ну, по крайней мере, в обозримой перспективе. Но, с другой стороны, опять же, в этом есть некоторый позитивный момент. Ну, а то, что, смотри, началось, там всё-таки позакрывали, может быть, от начала конца, нет? Нет, я сильно сомневаюсь, потому что наше, ну, в последнее время Смольный очень активно, может быть, даже единственное, чем занимается Смольный, это пытается навести порядок в сфере управления недвижкой. Пытается сократить долги от арендаторов, пытается с этим разобраться, но, в общем, пока ничего, кроме каких-то многочисленных перестановок в имущественных комитетах, возникновения, скажем, сразу нескольких новых комитетов, там, комитет контроля имущества, там, ещё что-то такое. Вот, пока они ничего не добились, и, честно сказать, мне не кажется, что они добьются. Вот, но, опять же, вот, говоря о каком-то позитиве в этом таком смешном позитиве, это генеместо. Слушайте, там вот этот вот рынок оптовый существует с XVIII века, вот, и это такой вот именно неприглядный рынок, а такой страшноватый рынок, и вот он существует уже 200 лет, и никакая власть, ну, царская, не пыталась, да, но, тем не менее, ни советская, ни постсоветская не смогла с ним ничего не сделать, и, может быть, гений мест, вот он таков, что он сильнее всех властей, и если так, то с метафизической точки зрения это хорошо. Лучше не трогать Апраксин двор, а то у нас наступит холода, как в Кирове, от того, что они отказались ставить памятник Николая II. Возможно. На всякий случай, да. Ну, да, с Апраксин двором это, мне кажется, какая-то бесконечная история. Но вот ещё одна есть очень трогательная история, которая произошла не в Петербурге, и даже не в нашей стране, а в Болгарии. Там корова-пенка совершенно случайно зашла в Сербию, то есть перешла границу и попала в Сербию. И там, поскольку все коровы в Болгарии чипированы, ну, местный житель Сербский нашёл эту корову и вернул хозяину. Но поскольку Болгария – это Евросоюз, Еврозона, соответственно, пенка считается теперь дезертиром. Так это она считается кем? Дезертиром. Нет, кто считает её дезертиром? Болгары. Ну, в смысле, это какая-то власть, там официальная какая-то, да? Да, да, конечно, конечно. Там ложня какая-то, такие ребята. И теперь большая проблема, потому что пенку хотят усыпить, а пенка беременная, у неё 6 месяцев. И, соответственно, за пенкой гонялись там волки сербские, и хозяин в стрессе, и корова в стрессе. И мне кажется, это очень печальная история. Вот сегодня болгарские новости передавали, что сегодня у неё будут брать анализы, и если она окажется нездоровой, то совершенно точно будет принято решение не в пользу пенки, а общественность на самом деле уже поднялась в защиту пенки. Вот как ты думаешь, неужели там такие же чиновники, как и у нас? Такие же бесы. А помнишь, они убили верблюда из степлера? Нет, это я не помню. Нет, не верблюда, а жирафа. Да, да. Была же какая-то совершенно чудовищная история, что он, причём жираф-то был, не был дезертиром, жираф был правильным парнем, но он был то ли лишним, то ли там что-то такое вот, и его как-то там... Не знаю, вот мне... Вот если бы мы с тобой были веганами, веганами, как правильно сказать? Ну, ты знаешь, я не ем мясо, я вегетарианка. Ну, ты идейный или... Нет, ну, коров мне жалко есть. Хорошо, вот я, как невегетарианец, могу сказать, что мне кажется, что когда... То есть вот ты имеешь право защищать эту корову, потому что ты не ешь мясо. Когда право на жизнь коровы защищают люди, которые собираются через год эту корову съесть в форме колбасы, мне кажется, что это немножечко, ну, смешно. Ну, слушай, все мы когда-нибудь умрём, на вопрос срока, и, может быть, эта корова прожила бы ещё долгую коровью жизнь, поскольку, как я тебе уже сказала, она была беременная. И телёнка её съедят. Потом. Мы все тоже умрём, Антон. Может быть, нас сразу убить? Нет, это убийство, это убийство. Нет, понимаешь, так бы корова могла умереть в любом... Ну, можно было бы сказать, зачем мы спасаем эту корову, она всё равно умрёт. Нет, вот это неправильно. Мы её спасаем, она умрёт своей смертью. А так мы её спасаем для того, чтобы потом своими же руками зарезать и сделать из неё сосиски? Ну, в чём здесь... Но она проживёт, может быть, долгую жизнь, понимаешь? Родит телёнка. Прежде чем её убьют. Ну, мы тоже умрём, но вопрос... Мы умрём своей смертью, я надеюсь. Нас не убить. Не факт. По крайней мере, люди, которые хотят нас убить, вряд ли будут сейчас выступать в нашу защиту. Ну, я не знаю. Ну, вот ладно, но это же бред, когда вот такое происходит. Тебе не кажется? Мне кажется, что это очень хорошо характеризует общественное сознание, которое мобилизуется по... Ну, не то чтобы по любому поводу, но по такому яркому эмоциональному поводу оно мобилизуется, оно начинает выступать, реагировать, сокрушаться, переживать, совершенно не задумываясь о подтексте, потому что всё-таки я остаюсь при своём мнении, всё равно эти люди эту корову съедят. Они её убьют, они профинансируют её убийц, которые её зарежут там на бойне. Но сейчас они вот такие вот лапочки, они эмоционально реагируют, её спасают. Я же думаю о чиновниках и ужасаюсь в том, что чиновники в Болгарии примерно такие же, как чиновники в России. Такие же, как я. Ну, такие же, да, как ты, жестокие люди. На этом мы заканчиваем программу «Особое мнение». Антон Мухин, журналист, был у нас в студии. Спасибо. Вы слушали программу «Особое мнение».